Всем привет, с вами Альтер из канала Чеггеряут. И погодите-ка, это что, первый обзор на творчество Лукманапа? Ну, по крайней мере, на просторах YouTube мне не встречались обзоры на его музыку. Обзорщики либо ждут альбом, либо он им просто не интересен. Ну, кстати говоря, в этом видео есть для вас приятный бонус, так что смотрите до конца. Мои люди спросят, но тебе же не зашло, а ты о нём обзор пилишь? Ребят, это видео больше ответочка его неадекватным фанатам и послание самому артисту. И я думаю, хейтерам сейчас очень приятно, что обзор делает тот, кого не впечатлили его песни. Но, чтобы понять, как я докатился до этого, давайте всё же вернёмся к тому, с чего всё началось. Как-то на своём канале я выложил прослушку-солянку из треков, которые мне предлагали заценить. Среди них оказался Лукманапа. Вот что я тогда сказал. Ну, чё-то тут ребят не удивляют. Звучит-то хорошо, в принципе, неплохо. Музло клёвое. Но чё-то... Мне не заходит. Ну, этот поинтересней. После этого, видимо, на мой канал подписались его фанаты. Спустя некоторое время я всё-таки решил ещё раз записать реакцию на его песню, так как нет-нет мелькали просьбы заценить другое его творение. Посмотрев простое видео, я совершенно спокойно сказал то, что думаю. В общем, такой пацанский рэпчик, прям подъездный, да? Как мне кажется. Чё-то... Не знаю, вот я на него смотрю и не вижу. Того гангстера, которого хотели бы показать, наверное. Кажется, он более такой... Ему надо лирично чё-то делать. По сути, та же самая реакция, что и в первый раз. Видно, что меня особо не впечатлило. Вроде музло норм, неплохой флоу, мелодичность есть, припев заедает. Но меня не цепляет. После этой реакции я словил кучу хейта от фанатиков. Некоторые, видимо, думали, что мне обязательно нужно нагрубить. А всё почему? Многие хотели увидеть примерно вот такую реакцию. Но, ребят, тогда это была бы фальшь с моей стороны, дабы вам понравиться. Мне это не нужно. Для меня важнее оставаться собой и не врать своим людям. И вообще, не сравнивайте реакции американцев с русскими. Это совершенно другой народ, другой менталитет. Они более впечатлительные. А вы некрасиво поступаете, оскорбляя меня за моё честное мнение и мои музыкальные предпочтения. Я хочу, чтобы вы поняли, я не обижаюсь на критику. Наоборот, я рад ей. А вот кривые оскорбления не всегда рад получать. Сами подумайте, одобрил бы ваш улуп манапа такое поведение. Я думаю, нет. Ну хотя, мою реакцию в итоге заблокировали. Об этом я узнал, когда работал над этим видосом. Видимо, ему тоже не понравились мои слова, учитывая, что реакции других блогеров на эту песню не заблокированы. Покажу, как примерно всё это работает. Как мне кажется. В творческой студии YouTube видно, кто использует твой контент. Я сам также могу блочить кого-нибудь. Подаёшь жалобу, в данном случае через Infinity Music, например, где состоит улуп манапа, и всё. Ну, возможно, как-то иначе, не знаю. Вопрос, почему тогда других не банят? Как-то не по-пацански это. Короче говоря, всё это очень смешно и глупо. Теперь давайте познакомимся немного с артистом. Этого скромного парнишка зовут Улукман. Родился он в Бешкеке. Успел посидеть за решёткой. Входит в объединение PBL75, что расшифровывается как «преданность семье и району». Ути божечки. И это всё, что я узнал, так как инфы о нём практически нет. Ну, по сути, мне и этого достаточно. Перейдём к его творчеству. Для этого я прослушал несколько его песен в аудиозаписях, благо их оказалось немного. Начал он свой сольный путь в 2009-м, а песни и клипы начали появляться в сети с 2018-го года, если посмотреть его инстаграм и ютуб-канал. Сольные песни я старался слушать по порядку, дабы не пропустить рост артиста. Но, как оказалось, некоторые старые песни были добавлены позже. Например, «Музыка души», которую он исполнял на утреннем шоу в 2016-м. И «Тишка», клип на который был снят в 2017-м. Насчёт остальных не в курсе. Надеюсь, были добавлены по мере их появления. Ну чё, пацаны, как насчёт блиц-прослушки в обзоре? «Мерседес и бешки», «Мерседес и бешки», «Мерседес и бешки». Ты всегда на позитиве, всегда очень красиво, строго своём стиле, с много шубадина ядила. Моя фантазия, это фантазия, фантазия. «Мерседес и бешки», «Мерседес и бешки», «Мерседес и бешки». «Мерседес и бешки», «Мерседес и бешки». «Мерседес и бешки». Это азиатская сила, слова только правда Это наш Кыргызстан, наша страна, да Мы один народ, мы одна команда Что живет с надеждой на завтра Мои враги, желательные зла Не хотят, чтобы я остался Скажи мне сегодня Изверьте мне свои ксевые погоны Со мной не прогреты твои погоны Со мной мои братья, они вне закона Приделы шамоны Ты нежная, как роза Ты же грами ядовитая, как доза, ни раз Слышишь хвалу, бит Так танцуем бодро Ёма варит, щит Возьмем и вбит твой брат Мария, Мария, Мария Мария, Мария, Мария Хватит Итак, вот что я могу сказать, прослушав его песни Начнем с музыкальной составляющей Но не будем заострять внимание на каждой песне Что у нас здесь? Попсовые биты, как у Егор Крида И прочих поп-исполнителей И DM звучание И странно то, что он выпускал их в 2018-19 годах Когда такое звучание уже было неактуально Под такое люди тусили в основном с 13-го по 17-е года И то это с натяжкой Ну, может до Кыргызстана доходит долго, не знаю Есть и простые танцевальные темы с моей любимой прямой бочкой И чё-то типа того А это уже, наверное, благодаря волне хаос-рэпа Когда появилась Тамада I Got Love От Мияги и Энди Панда Лф-Джей, Грибы и так далее Есть трек от Колыбели до Могилы Напоминающий ранее творчество Скриптонита Да простят меня фанаты Адиля за такое сравнение Но здесь слышатся те 2014-15-е года И вообще в нескольких битах слышится ранний Скриптонит Ещё отмечу музыку души Чей бит хоть как-то прокачал Да и сама тема напомнила мне мою старую песню Которую я записал в 2017-м Я понимал тогда, что это звучание уже не в тему Но мне нужно было закрыть гешталь Неважно, идём дальше В прошлом году Лукман пришёл к успеху Благодаря трекам Не сегодня и Кроку Лака Здесь в принципе те же неплохие биты Чем-то напоминающие ранее творчество Адиля Что у нас получается? Рэпер всё это время был в поисках себя Меняя стиль за стилем Щупал современную музыку, так скажем Музыка слишком современная стала То есть вы это не одобряете? Нет, одобряю Наоборот, экспериментировать надо Экспериментировать с музлом это конечно же хорошо Но это не говорит о том, что нужно переобуваться Прыгая со стиля на стиль Не трушно это как-то Экспериментировать с музлом, как мне кажется Нужно иначе, чтобы создавать что-то интересное Чтобы реально быть не как все А не только на словах А такого музла у нас достаточно По текстовой составляющей пробежимся быстро, так как тут все просто и банально Простейшие тексты, простейшие рифмы Иногда очень глупые И зачастую в песнях запоминающиеся припевы Хороший попсовый прием, чтобы песня заела Серьезно, пока работал над видосом Несколько раз про себя напевал Кроку Лака И не сегодня О чем же тексты? В лиричных песнях понятное дело слова о любви и девушках Где звучит и DM, и прямая бочка, у нас туса, алкоголь, танцпол, чики и так далее В клубе горячо, где уши мокро Под всех плам разговаривают громко Город не спит, движки пить Всех пробить, а трава дымит Ну а в остальных пацаны, районы, проблемы и Всевышний Район это яма, пацаны решают, как из нее вылезти Не знаю как быть, не знаю как дальше жить Аллах, не дай мне сбиться с пути Храни родных моих, за наши грехи прости В этих песнях он напоминает мне Нурминского, рэпера из Татарстана У него тоже что-то подобное Что снова нам говорит о том, что у Лукман не один такой Еще в своем обзорчике я хотел бы затронуть клипы Что у нас тут? Да ничего интересного Вот и все Шучу, шучу Скажите мне пожалуйста Ну что это за мафиози 19-го года? Смешно смотреть на все это Не нравится мне воспевание этой криминальной жизни, бандитской романтики и так далее И посмотрите вы на у Лукмана 2016-го года Ну какой это хулиган Это же скромный добрый парень Что с ним произошло за пару лет? Как этого парнишку так жизнь обидела? Да, ни, как Я думаю, что пока канает такому зло Он будет хулиганом Но, на мой взгляд Образ бандита ему вообще не подходит Смотря клипы и слушая песни о пацанах и районе Я просто не верю ему Мне кажется в нем нет трушности Ну а если о самих клипах говорить То они так же скучны и неинтересны А клип на тишку 17-го года Который появился месяц назад Я бы вообще не выкладывал Так как это прям позор Так ужасно снять и смонтировать в 17-м году Это нужно было постараться, конечно А квадрик во всех клипах это типа круто? Мощно? Нет Единственный более-менее интересный клип По моему мнению Это клип на песню Мария Там хоть какая-то сюжетка есть А кроку лака и не сегодня сняты Конечно на хорошую камеру Есть в клипах несколько эффектов Но это тоже все равно смотрится простенько Я думаю хватит уже говорить о его творчестве И можно подытожить В принципе у него есть свой флоу Голос неплохой Есть мелодичность Биты неплохие Я не про все конечно же говорю Но ему еще работать и работать над собой Нужно дальше прокачивать флоу И особенно рифмы Докапываться до рифм в 2020-м конечно такое себе Но и рифмовать на глаголы не есть круто Для меня у Лукман сейчас это подъездный пацанский рэп Про криминальную жизнь на районе И все прочее А еще я его называю инстаграмным артистом Инстаграмным потому что в некоторых пабликах любят такое музло Особенно эти вставочки с цитатами под музыку Кто-то хотел чтобы я убил тебя Не жалеешь братан что 10 лет потерял? Да нет Что-то потерял Да что-то нашел Знаю пару знакомых пацанов Которые тащатся с таких пабликов Где в основном обитает кальяный и подъездный рэп И я думаю сейчас никого не удивлю Но творчество у Лукмана по меня не впечатлило Я даже немного разочаровался в нем Но я желаю только добра и успехов ему Так как с таким багажом далеко не уедешь А пока он для меня очередной парнишка с района Через пару лет вижу себя конечно Уже более таким Серьезным Исполнительным серьезным музыкантом С детства мечтал просто Заниматься музыкой И заниматься музыкой от души На этом все Хотя стоп У меня же есть бонус для вас Давайте послушаем мысли одного из лучших обзорщиков Йо-йо-йо ребята Всем привет С вами Матвей на канале Чигиряут И лично я выражаю Альберту огромнейший респект за его творчество Потому что в самом начале своего пути Когда я еще делал реакты В основном я постигал дзен на его видос С моим появлением здесь разобрались А теперь же Гоуку Лукманапу Лично для меня чтобы воспринимать артиста Должны совпадать два фактора Это его приятная для меня персона Или хотя бы не отталкивающий образ Ну и само его творчество И в Лукманапа эти вещи дичайшим образом разнятся Читая его собранную по углам интернета биографию И посмотрев его мини-мини фильм Молот У меня возникает только хорошее мнение о парне Пацан с района шел к цели Добился ее и продолжает идти Никаких тут претензий нет Поэтому для олицетворения хоть какой-то полной картины Надо уже смотреть на сам его путь И вот тут начинаются у меня вопросы Как Манапа говорит у себя в интервью И как о нем пишут в этих наших интернетах Парень не зависает в клубах Не ходит по барам И ведет сдержанный образ жизни Но в то же время Огромный пласт его треков Это как раз саунд для клубов и баров И лично я не представляю Как можно делать вообще что-то И в этом случае музыку Популярно и видимо даже хорошо Не находясь в атмосфере того О чем ты считаешь И не видя людей Которые слушают твою музыку Клубняк занимает процентов 50 Творчество Манапа Если не больше И теперь у меня вопрос к вам Когда вы слышите танцевальный мотив Который заведомо скорее всего Играет в заведениях Где вход от 18 Вы думаете что это лирический трек Пропитанный эмоциями Как трек спрячь свои слезы к примеру Лично для меня рисуется только картина того Как друг с другом трутся незнакомые Потные пьяные тела Которые потом уедут домой на такси Лишь для одной цели Понятной каждому И вот когда ты вкладываешь в текст Всю свою боль от отношений И свое отношение к чему-либо Или кому-либо Будь то образ или живой человек Ты ждешь того Чтобы тебя поняли В такой неуместной обстановке Что-то я не уверен в этом Поэтому лирическая составляющая Часть текстов Манапа Для меня остается под большим вопросом Также немаловажно учесть то Что приоритет в его движ, стайл треках Одан под темы близкие к девушкам Читая про свою любовь Свою музу Будь то абстрактный Собирательный образ Или же настоящий персонаж Девушки в силу своих особенностей Проецируют это на себя А парни же в свою очередь Проецируют себе этот образ Или одеваются в шкуру Манапа И представляют себя такими же как и он И вот именно этим и формируется Душевность его треков И забирает он первую часть своей аудитории Склонную к романтизму таким путем Касательно же второй стороны медали Пацанского рэпа То мне нечего по этому поводу и сказать На шансон в постсоветских странах Всегда был неимоверный спрос Из-за особенностей нашей культуры И тюремной романтики К тому же нынешний Ауе и Акап Переросший в вербальную возню Между непонимающими стражами правопорядка И их антагонистами в музыкальной среде Привлекает как можно больше внимания Из-за национальной идеи Что менты падлы, а пацаны закон Ну ладно Углубляясь больше в творчество Манапа Рассчитанное на районы и дворы У меня не возникает никакой ненависти или хейта В отличие от прошлой его составляющей Зачастую в подобном Кроколоку ряде треков Мы можем услышать ставки из фильмов Как я понимаю И вспоминая малого себя Я помню как смотрел фильмы И повторял меру возможностей трюки И фразы Ван Дамма или Шварценеггера И беря за основу молодость своего отца Он рассказывал мне как фильмы Большой Куш или Близкий к нам Бригада и Брат Сильно влияли на молодежь Они давали им кураж бандитской романтики Мудрости по понятиям И жизни по пацанскому кодексу У Лукманапа транслирует такую же идею у себя в треках Делая прямые указатели в виде вставок И это неплохо Строки он читает как я считаю правильные И к ним не прикопаться Но для слушателей которые вникают в музыку Это далеко не ново И выглядит это поверхностным И даже посредственно Но для ребят со дворов Которых мотивируют эти треки На правильные движения Это необходимость Поэтому отношение к такому роду хип-хопу Формируется только из-за того Что находится вокруг тебя И для меня как для человека одиночки Не знающему как живут дворы Такой трэп не представляет никакого интереса И возможно я сейчас даже пристал не по факту И сказал полную ахинею Но меня очень волнует единственный вопрос Который будет итогом вышесказанного Как расценивает свою музыку сам Манапа Если он как бедный парень Пытающийся подняться Словил вайп и увидел цифры Которые крутятся у других исполнителей Кальяна душевно пацанского рэпщика Стал делать его чтобы взлететь со дна Для того чтобы потом нести что-то интересное и новое То тут вопросов никаких нет Если же у него у самого есть претензия на то Что его музыка велика И должна занимать позиции еще выше имеющихся по праву Тогда это полностью ее обесценивает Спасибо Чигириату за предоставленную возможность А вам вещал Матвей с канала про рэ Подписывайтесь на канал Альта А мы с вами еще совсем скоро услышимся Респект Матвею за то что согласился принять участие в данном обзоре Если вы по какой-либо причине до сих пор не подписаны на его канал Советую подписаться Всегда интересно слушать его обзоры Ну а теперь точно все Понятное дело что на вкус и цвет все фломастеры разные На любую музыку найдется слушатель Это нормально Как говорится о вкусах не спорят Это было лишь наше мнение С вами был Альтер из канала Чигириаут И Матвей из канала про рэ Спасибо всем за просмотр Если вам понравилось это видео Ставьте лайк и пишите комментарии Подписывайтесь на канал если вы адекватный слушатель Спасибо за внимание Всем пока-пока Чигириаут